МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, многоуважаемые садоводы! Земляника садовая, крупноплодная, сбор ягод практически завершен. Сегодня наш эксперт Татьяна Сергеева расскажет о том, как продлить сезон этой культуры. А еще поговорим о странностях, которые редко, но все-таки встречаются на огородных грядках. Надеюсь, все садоводы знают, если яблочки, скажем так, не очень красивые, есть какие-то червоточинки, значит, это точно экологически чистый фрукт. Но Татьяна Евсеевна, бывает и вот такие истории, когда ну просто кошмар какой-то. Это что такое происходит? Ну, к сожалению, это манилиоз или плодовая гниль. Видите, растрескивается яблоко. Давайте поменяемся вот так вот. То есть вы мне вот эти вот, вот эти? Да, а себе вот это вот. Давайте. И разрезаем его, смотрим, что там внутри. Внутри чудесная гниль. Вот. Это плодовая гниль яблока. И такие яблоки использовать в пищу уже нельзя. Даже если здорового яблока остается вот так вот много, грибница, гриба, она очень глубоко проникает в здоровое яблоко и, в общем-то, пользы для человека не приносит. Чего такая беда случается? Переизбыток влаги или нехватка тепла? Это грибное заболевание. Вот сейчас, после сбора яблок, нужно обязательно обработать яблоню медсодержащими препаратами. О том, что начинается плодовая гниль, начинается парша. Вот мы до паршей еще с вами не дошли. Вот она парша. А, то есть вот эти червоточинки, да, они называются паршой? Да, если яблоко разрезать, то здесь оно вполне здоровое, вполне хорошее. Яблоки больные мы с вами принесли специально, чтобы показать. Потому что я знаю, что во многих тюменских садах плодовая гниль есть. Что делать сейчас? Во-первых, нужно собирать опавшие яблоки, собирать такие яблоки, которые находятся в кроне яблони обязательно, и их уничтожать, не оставлять на садовом участке. Потому что они могут заразить и дерево, и другие плоды? Конечно. Что мы делаем? После сбора урожая мы обрабатываем медсодержащими препаратами. Это хом, это хорус, это бордовская жидкость однопроцентная. Пока есть листочек на яблоне. Вот здесь вот тоже парша начинается, уже пятнышки начинаются коричневые идут. То есть обработка, она обязательно нужна. И нужна еще искореняющая обработка сада. Ну, о ней мы уже много раз говорили. Самое простое – это один килограмм обычной соли на 10 литров воды. Ну, а можно взять один килограмм золы заварить на 10 литров воды. Это самое дешевое, дешевле, я думаю, просто нет уже для садовода. Мы исходим из того, чтобы как можно больше сэкономить средств у садоводов. Полить, Татьяна Васильевна? Нет, опрыскать, обработать. Кроме того, если посмотреть, вот тут вот листочки свернутые, и там везде была тля. Но она сейчас еще есть, вот ее очень много. От тли мы можем все-таки использовать обычную уксусную эссенцию. Это 3 столовых ложки на ведро воды. Даже сейчас уже растения более старые, можно и 4. Взять столовые ложки с 72% уксуса на ведро воды. И обязательно добавить немножко мыла. Ну, и кроме того, там, где есть тля, там растения испытывают калийное голодание. Поэтому подкармливать нужно либо это сульфат калия. Вот, можно изолой, но в золе все-таки калия маловато, вот как бы то ни было. Вот, либо это хлористый калий, на яблони можно. Вот, либо это сильно кислый калий, это можно использовать. Ну, и, конечно, микроэлементы. В основном-то, вот я смотрю, приросты неплохие, хорошие. Я думаю, что на следующий год здесь урожай все-таки должен быть. Еще я хочу обратить внимание садоводов вот на яблоньку. Садовод так, нетканным укрытым материалом стянул. Можно капроновые чулки старые использовать. Мы, кстати, про это говорили, Татьяна Алексеевна. А здесь это сделано уже. Это сделано, но здесь вот я посмотрела и внизу тоже, и подпорочка стоит. И внизу тоже яблонька смотана. Но все-таки с одним стволом придется расстаться. Татьяна Алексеевна, вот мы про грибковые с вами заболевания, про тлю, проговорили. А передается ли это заболевание другим растениям, например, вот этому кустарнику? Вот рядышком растет, и у него тоже же какие-то проблемы? Нет, вот подша яблони, она для смородины, она не передается. Но здесь на смородине, это красная смородина, это антракноз. Вообще вот такой шикарный антракноз. Красивый антракноз. Мы рассказываем о болезни для того, чтобы другие садоводы уже смогли принять меры, примитивные меры, чтобы в следующем году смородина просто не болела. Для этого берутся также медь содержащие препараты и обрабатываются. Уже настои травмы здесь, пожалуй, вот, но не справятся. Все-таки нужны препараты, которые принесут существенную пользу. Вот сейчас можно обработать, потому что урожай уже собран. И на красной, и на черной смородине. И обязательно искореняющая обработка сада. Вот такие меры можно применить для того, чтобы и смородина, и яблоня были здоровы на следующий год. Огуречный сезон подходит к концу. Он, наверное, уже многие дачники законсервировали на зиму. И уже не так охотно, наверное, мы едим эти овощи. Смотрите, разные огурчики. Вот здесь видно, да, сорта разные. Все это понятно, все это ясно. Но вот это-то что такое? Ну вот с этого начнем. Видите, огурчик, он как бы конец... Острый? Острый. Не хватает азота, значит. Нужно подкормить чуть-чуть мочевинкой. Да, если сравним, смотрите, этому вроде бы хватило, этому нет. Подкормить то, что осталось. Ну, здесь вот не собранных, если посмотреть, а вот есть. А вот похож на лампочку маленько. Тоже какие-то проблемы? Не хватает калия. На лампочку не хватает калия. То есть вот такой вот... Ну, уже ведь сентябрь месяц, поэтому... Видите, уродистый немножечко огурец. Но разговор-то у нас не об этом. Мы с вами недавно были в садоводческом товариществе «Аккумуляторщик-2». И там мы видели стебель шириной буквально 4-5 сантиметров. Вот похож на это фасциация. Есть такое заболевание, оно может вирусами передаваться, может при плохом уходе передаваться, а может при очень благоприятных условиях передаваться. Вот как. Самое главное, что не опасно для человека. Для человека не опасно, но там срастаются... Вот стебли начинают расти не один, а они срастаются, их много. И получается как ремень. И там очень много на этом стебле цветочков. Соответственно, есть и огурцы. Вот эти огурцы самое-то. Главное, хозяева, что хотели узнать, можно ли кушать эти огурцы. Эти огурцы кушать можно. Ну, а семена, семена же мы не заготавливаем. В основном мы покупаем гибриды, а гибриды, они не передают свои свойства на следующий год. Поэтому вновь придется купить новые семена и вновь на следующий год посадить новые свежие огурцы. Ну, а сейчас, я думаю, последние огурцы, они всегда самые сладкие, поэтому здесь еще можно поливать и укрывать нетканым укрытым материалом. И закрывать на зиму. И закрывать на зиму пойдут, конечно. И малосолить можно. Но хозяишки найдут, как использовать такой ценный продукт питания. Это программа «Тюменский сад». Не Тюменский лес и не Тюменская поляна, хотя, глядя на эту картину, складывается впечатление, что мы где-то далеко в дикой природе. Земляника лесная. Как нам рассказала хозяйка, она была высажена семенами, купленными в обычном магазине. И вот получилась вот такая вот история с таким богатым урожаем. Но вот, судя по всему, надо немножечко полить все-таки сад. Понятно, Татьяна Васильевна, если поливать, подкармливать. С одного кустика по 100 штук можно получить. Вот этот, пожалуйста. Вот этот-то вообще, смотрите, что творится. Подсох немножко. Но вот в таком виде землянику ремонтантную, мелкоплодную. Это сорт Руяна, а есть еще сорт Александрея, Баронзолимахер. Ну, сортов достаточно много. То есть и зимой на подоконнике можно получить вот такие ягоды. Конечно, поменьше, чем летом. Потому что эту землянику высаживают и на грядках. Вот здесь удивительный участок. Вы знаете, мы приехали в гости, как всегда. И когда смотришь на посадки, ну, просто вот такая благодарность хозяевам. Ну, замечательно просто. Я хочу напомнить садоводам, что есть земляника садовая, крупноплодная, которая уже закончила давать урожай. Мы ягоды уже собрали. Есть земляника ремонтантная, крупноплодная. То есть ее можно выращивать и дома, в ампельном виде. Это Елизавета II. Распространенный сорт, он везде есть. В принципе, сортов достаточно уже много. Ее можно точно так же посадить в горшок и получать урожай зимой на подоконнике. А можно сейчас еще получать урожай на грядке. Усы не обрезаются. Нужно на каждый куст оставлять 4-5 усов. Больше не надо, потому что в этом случае урожай будет меньше. Ус зацветает и здесь же дает ягодку. Есть еще земклуника. Это гибрид садовой крупноплодной земляники и лесной клубники. Настолько вкусная, настолько ароматная. Например, сорт купчиха. Татьяна Есениевна, а какая благоприятная температура для крупноплодной земляники? Вот той самой привычной нашей. Вот вы говорите, усик оставляем, зацветет и еще будет плод. Вот сейчас тепло. До снега. До снега. Да вы что? До снега. И в этом случае будет похолоднее, где-то градусов 8, 10, 12. В этом случае уже надо укрыть ее. Не тканым укрытым материалом или пленочкой укрыть. И в этом случае плодоношение продолжится. Вот здесь обратите внимание, в ведрах клубничка. Земляничка. Да, земляничка. Земляничка все-таки. Вот вы про дом говорили. Мы берем это ведро и домой его утаскиваем, так что ли? Ну, здесь она хорошо растет, конечно. Берем ведро, либо это в кашпо посаженное где-то и ставим на светлый подоконник. Зимой нужно будет земляничку досвечивать. Это как? Потому что, ну, включаем дополнительное освещение для того, чтобы день был подлиннее. И в этом случае урожай, конечно, будет больше. И подкармливать, наверное, нужно. А сил-то своих, наверное, не хватит на целый год. Ну, конечно, подкармливать. Это растворина, это гемиролюкс. Вот такие вот удобрения. Это можно настаивать корочки банана, апельсина. И, как всегда, может быть паутинный крещ, поэтому следите за этим делом. От паутинного креща можно избавиться, даже настояв корочки мандарина и чуть-чуть добавив хозяйственного мыла, вот опрыскивать земляничку. К Новому году свежий урожай ягод. Ну, это не то, что замечательно, это великолепно просто. Надеюсь, информация, которую сегодня получили вы, наши многоуважаемые садоводы, будет очень полезна. Ну, а пока я вам желаю здоровья, сил, хорошей погоды. Настало время наслаждаться ароматами и красотами осени. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова